привет уважаемые друзья хотел бы поговорить о очередном и 10 наборе но не моем а у наборе моего брата конечно его впечатление о использовании были не лишние здесь но я решил что вот именно вопросы связанные с этой темой лучше я как-то приоткрою потому что все эти элементы я с ними знаком советовал частично и давайте начнем с пауэрбанка ребят я не буду говорить конкретно производители просто хотел бы еще раз напомнить что для города в основном идет объем там емкость 10 миллиампер часов бывает 20 это слишком здоровые кирпичи и для каждодневного ношения где-то в кармаши кинуть у здесь 5000 миллиампер часов ну вполне такая вот приятная вещичка на ощупь и естественно индикации есть то есть вот 5 миллиампер часов полная зарядка современного емкого телефона да там 34 тысячи миллиампер часов то есть полная зарядка обеспечивает заряжается быстро ну особо тут нечего рассказывать это кому интересно вот пожалуйста такая моделька дальше друзья фонарь сафирн sp40 мы видим с помощью переходника можно от более короткого компактного элемента до питать фонарь и использовать вот на клипсе там такой ручной фонарик есть обзор о нем есть тесты друзья это один из самых доступных фонарей имеет нормальное управление относительно универсальный луч так как здесь мы видим и апельсиновая корочка до внутри рефлектор что обеспечивает как бы рассеянность и дальнобойность достаточно глубоко посажен диод здесь какой именно говорить не буду вот пожалуйста индикация есть и естественно уже замечательная уже распространенная возможность заряжать фонаря от юсб здесь юсб не тайп си то есть вот считаю что пока еще именно это все таки вот в моем случае актуален разъемчик то есть несколько здесь режима максимальный там в общем здесь 1000 люмен вот индикация это хороша но есть некоторые замечания друзья вот по управлению я уже не помню были тут вопросы есть в тестах и конечно друзья расположение кнопки вот сбоку она например вот в таком до варианте укороченном это да нормально обхватить можно ну когда на лбу я имею ввиду а если он длинный то есть вот так вот например на велосипеде когда руки заняты обхватывать его намного удобнее когда кнопка здесь а не здесь вот такое замечание в принципе многими именно эта моделька одобрена она по цене очень приятная и фонарь достаточно качественный хороший раньше народный был фонарь скиллхант h02 вот сейчас sp40 с этой возможностью зарядки конечно же вытеснил его дальше друзья classic sd всем известный ножик микро ножик компактный замечательные ножнички сотый раз говорю для ногтей именно этот размер очень прекрасно но здесь уже надо пружинку моему брату заменить потому что вот не разгибается пружинка стоит копейки ну прям не такие копейки конечно вот но лучше это сделать здесь пинцетики зубочистки вот пожалуйста очень полезная вещь друзья сколько я уже не говорил повторю большой нож какой-то даже средних размеров сейчас покажу что в комплекте есть в этом не всегда хочется брать с собой но опять же вот на пляж где-то еще куда-то не всегда даже вот многие кто и спит с ножом все равно бывают вещи моменты когда нож не берешь с собой а вот этот некоторые носят на шее там ну и на ключах естественно ключи всегда с вами такая компактная вещь она несмотря на свои короткие инструменты очень часто выручают и в ремонте всего на свете и машины и в быту где-то и в квартире то что с вами рядом и всегда но в любом случае ну вот отверточка отличная крестовые винты берет все колечко замечательный инструмент друзья сто процентов говорю купите не пожалеете это вот рекомендация довольно устойчиво уже на протяжении многих обзоров я твердо убеждаю вашу очень полезная вещь не разочаруйтесь дальше карабинчик не знаю что тут за производство но действительно вещь полезная особенно вот понятное дело в путешествии ну и бывает так недалеко от дома выехал на природу где-то что-то вот бывает нужно да и просто бывает гуляешь это по цепи там собака или где-то что-то там селе где-то на даче ладно то такое дело я не ношу карабин честно не ношу хотя своей системе подвеса вот именно ножа кабара своего сейчас я кто не видел вдруг сумму вот какие-то такие до элементы самые простые с колечком ну тут не серьезно я сделал надо страховать по-другому ну теперь поговорим она же брата то есть я уже показывал это подарочек на день рождения кстати гляньте вот с моря приехали обратите внимание d2 эта моделька у нас fh11 столько d2 мы знаем о ее твердости отличная то есть китайцы нам уже позволяют тратить немного пользоваться прям премиальной сталью принципе но она конечно рожавеет вот соленая вода нужно за ножом ухаживать наша обычная водичка с крана не не так уродует сталь до окрашивает ее ну а от соленой воды коррозия мгновенно ну песочком там кое-как потёр вот удалил еще большие очень были следы я покажу может быть если буду монтировать видео подшипник отлично нож вылетает плавничок все классно ребят единственный минус ножа это сусвия скелетизации он достаточно увесистый значит длины клина здесь вполне достаточно ничего не ограничивают шпенька нет замечательная клипса которую надо понять поносить чтобы действительно вот поставить ей здравую оценку уже сначала мне клипс сама не нравится то есть она казалась тонкая и так сделал мягковатая ну конечно она не держит как собака однозначно нужно помнить и ножей в данном случае было принято решение я его поддержал я сказал бери то же самое я вам показал только свою вот такая же у брата такого же цвета ну вот он решил на вот таком простом строительном до карабинчики носить ну пишите комментарии какие именно системы вот соединение у вас есть какие варианты элементы существует нож друзья как и многие вот firebird заслуживает внимание большая вариация и цветов и ассортимент принципе разных решений механизмов там в основном подшипники уже новый сталь последнее время d2 440 более старые до версии замечательные ножи во многих уже присутствует скелетизация то есть вопрос веса тоже там кое-как скорректирован в новых версиях ну а здесь почему-то кстати существует с к 11 там нож поменьше и он скелетизирован то есть ну я уже посматриваю в эту сторону так как сравнение с моим кабарчиком который имеет все-таки штифт в спинек да мы чуть-чуть ограничиваем режущую кромку там же вот такая же форма клина то есть несмотря на то что он меньше значительно но он и легче там достаточно клина будет принципе сравнительно с кабарами опять же но о нем я скажу попозже более вот подробно такое зрелое мнение в ходе уже использования полгода конечно нож специфичные все-таки он действительно вот правильно вспомогательный охотничий то есть это нож не совсем подходит для вот всего как универсальным его точно не назовешь там для продуктов и тогда вот второй карабинчик то есть они легенькие 2 карабина вносит дальше такой переходничок моя провод уже не стал сюда сувать видео значит маленький компактный просто элемент показываю может кто забыл просто многие вещи вот люди видят и забывают про них я еще раз напоминаю не то что куда эксклюзивные дадут гость у нас нет всем знакомая штуковина но она заряжает и компактная бывает думаешь брать с собой там на природу куда путешествие особенно в пеших это заряд куда она большая тяжелая все там для камеры вот маленькая штука думаю понятно так это я плел брату когда-то дал вот у него есть и и такие наушники друзья ну просто уже развалились вот кстати напоследок скажу что есть две версии на сегодня сколько я знаю первая она ужасная в смысле вот шумоподавление разговаривать по телефону просто невозможно слушать музыку да вот у меня есть такие же они все нормально работают но только правый упал воду я его быстро кратковременно ну опять же так проявилась вот через три месяца наушник процентов 10 звука только выдает вот такой наборчик мини что-то возможно еще забыли там но основные элементы свет нож возможно зажигалки здесь не хватает ну какой-то специальное там изысканное нету простые зажигалки big там крикет используем принципе хватает тратить большие деньги там на венгеровский какие-то там за 20 30 40 долларов не вижу смысла все ребят кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии я бы хотел напоминаю какие-то элементы вот связи да какие-то может быть карабинчики какие-то там зажимы зацепы как вот вы монтируете именно эту систему как соединение с самим ножом страховки вот ну и принципе все на этом буду закругляться и напишите какие наушники хорошие тоже может быть не обязательно xiaomi какие-то другие но не в 10 раз дороже то я знаю там с айфона хорошие конечно они ну стоит дороговато ну и напоминаю ребят не забывайте честно обещаю не пожалеете classic sd хороший нож за рекламу мне никто не платит это так чисто наш круг подписчиков да мы общаемся и в общем если есть силы и желания ставьте лайки буду очень благодарен за поддержку всем пока и хорошего лета спасибо